всем привет на дворе лето это значит время выпусков на природе вот такая сегодня подводка незамысловато давайте сегодня с вами поговорим вот о чем я расскажу о неочевидных последствиях моего решения стать актрис я люблю системы я люблю организацию поэтому давайте пойдем по пунктам все о чем я сейчас буду говорить можно так или иначе объединить таким заголовком повышение моего культурного уровня потому что актерская профессия это место где ты отдаешь если у тебя нечего давать если ты пустой внутри ты не наполнен какими-то смыслами какими-то идеями переживаниями то тебе нечем делиться все что я буду сейчас говорить я объединила да и только в рамках этого выпуска на самом деле это все происходило параллельно и как бы я не ставила перед собой изначально такую задачу прокачаться первое я стала еще больше читать за последнее время я прочитала очень много профессиональной скажем так литературы и литературы классической если говорить о профессиональной литературе то я прочитала и станиславского чабак или чабак я так и не разобралась сейчас читаю михаила чехова племянника антона палыча и такой вот мостик классической литературе я перечитала чехова пока это были его рассказы сейчас планирую взяться снова за классику перечитать там дядю ваню чайку и прочее прочее прочитала набокова оказалось что не лолиты едины и даже записала один монолог из его пьес события любит расчейкиной скажи а ты никогда не думал почему тебя никто не любит два каких-то гогочущих хулигана плыли сзади и разбирали меня по статьям ты делал вид что ничего не видишь если бы ты не был так битком набит самим собой до тухоты до темноты ты бы вероятно увидел что со мной случилось за эти последние годы и в каком я сейчас состоянии и на очереди у меня островский так что я считаю что это неплохой такой списочек и мне это действительно нравится то есть я себя не заставляю а еще достоевский часто это бывает что на каких-то занятиях мастер-классах или вообще в литературе работа над ролью разбирается на примере классиков и чтобы хорошо ориентироваться в этом ее как бы нужно в голове держать и значит нужно ее лично мне возобновить не знаю как вам пункт номер два музей за последний год я посетила музеев больше чем за всю свою жизнь это преимущественно музей изобразительного искусства мы были в третяковской галерее мы были и в музее пушкина и в музее изобразительных искусств имени пушкина в питере мы ходили в эрмитаж на чем конечно много пожалели как вот там конечно проблема исключительно в огромном количестве людей а не в том что этот музей плохой а вот совсем недавно мы посещали арт-парк никола ленивец и это все про получение новых впечатлений и каждый раз когда я посещала какой-то музей я ставила для себя ну скажем так разные задачи например в третяковке я разглядывала женские портреты и конечно некоторые картины про лени я с этим тоже смотрела но я вот коллекционировала впечатления от женских портретов по моему когда мы были в музее изобразительных искусств имени пушкина там я обращала больше внимания на сюжетную живопись я старалась понять представить вообразить что происходило например до что происходит во время какой бы разговор мог состояться почувствовать какую-то атмосферу я считаю что это тоже очень полезная история ты получаешь какие-то впечатления и какой-то опыт который ты никогда не получишь сам изобразительное искусство так же как и кино это искусство визуальное и актеру тоже полезно понимать да как например работает композиция в том числе театры я до сих пор не являюсь их фанаткой бросьте в меня камень я например помимо таких театров как хат или каких-то небольших частных театров я вот сейчас в мае июня посетила выпускные спектакли топовой пятерки вузов чтобы посмотреть грубо говоря кто со мной находится в конкурентной среде не могу сказать что мне понравились абсолютно все работы но есть те которые я отмечу так друзья сегодняшнего дня мы сами начинаем увлекательное путешествие по выпускным спектаклем разных лизов в частности в щепке мне понравился спектакль безымянная звезда мы продолжаем наш марафон сегодня мы идем щепку и пойдем сварить чем-то мы стругали итак шел третий день и мы пришли рыбачить шуку и такая люстра шикарная вот таких местах не думаешь что будет если ты быстро упадет но мой личный топ это зайкина квартира студентов ребят выпускников по моему в дико так друзья шел четвертый день нашу марафон сегодня мы в гитисе что ты делаешь это меня снимает блин я забыл совсем я еще опустила несколько спектаклей своего мастера из центра чехова андрея кузичева я думаю что моя любовь к театру меня еще настигнет пока я еще у меня такие бывают эпизодические вспышки симпатии как мне говорят просто я еще не посетила свой спектакль или хороший спектакль не знаю вы меня правильно помните я не не люблю театр но я не могу сказать что я его обожаю вот мне нравится ходить на спектакле из кинотеатра я все-таки предпочитаю кино но мне как-то ближе я такая через пять лет здравствуйте я приходите на мой спектакль а какие через пять лет через полгода у нас же на выпускном будет спектакль ё-моё может тогда-то я его и полюблю театр и и следующий пункт это осознанность но не в таком каком-то знаете затасканном смысле каком-то даже немножко пошлом вот который она приобрела за последнее время я сейчас расскажу подробнее что оно значит лично для меня во первых базовые штуки в актерской профессии тебя учат наблюдать наблюдать за другими людьми наблюдать за собой рефлексировать на тему своих чувств и эмоций и когда ты делаешь это ты как бы осознаешь например почему ты в какой-то момент поступаешь так или иначе или например когда ты разбираешь роль и пытаешься понять почему этот персонаж тут например так говорит или так поступает или вообще почему этот персонаж такой ты как бы разбирая его делая разбор начинаешь лучше в целом осознавать какие-то вещи какую-то людскую природу и в том числе осознавать себя почему ты иногда говоришь одно, а чувствуешь совершенно другое. Сюда же про замедление жизни. Вот раньше я жила как будто на скорости x2, говорила, писала, у меня были постоянные ошибки в текстовых сообщениях, но причем не такие ошибки, что там я запятую забыла поставить, это я продолжаю делать, а что непонятно вообще, что я имею в виду, то есть там такое. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но опять же актерская профессия, она этого не то, чтобы не прощает, она этого не приемлет. Помимо того, что когда ты говоришь, тебе должно быть понятно, ты еще должен опять же осознавать, что ты говоришь, что ты в эти слова вкладываешь. Профессия учит тому, что ты должен наблюдать, что ты должен замечать, тебе для этого приходится останавливаться, тебе для этого приходится замедляться, например, чтобы в частности упражнения Прочувствовать атмосферу места И вот для того, чтобы прочувствовать атмосферу ботанического сада Где мы сейчас находимся У меня не получится сделать это на ходу, на лету Мне нужно остановиться, мне нужно замедлиться Мне нужно почувствовать запахи Мне нужно оглядеться, мне нужно как-то это все в себя впитать И иногда я прям чувствую, что я иду по улице Или еще где-то и вижу что-то красивое Чего бы раньше я даже не заметила И это тоже очень здорово Плюс ко всему мастер Теперь я тоже могу так говорить Владимир Григорьевич говорит, что артист должен видеть жизнь под другим углом То есть он как будто должен немного смещать что-ли фокус внимания Рассматривать вещи иначе У нас даже было такое упражнение Когда мы должны были заметить на улице Что-то странное и необыкновенное на наш взгляд И описать, почему мы считаем его таким Я помню, что я встретила доставщика Который был одет в куртку Delivery Но нес с собой портфель Яндекс.Еда И я подумала, что это очень странно Но опять же, ты учишься замечать И для того, чтобы это делать Тебе нужно замедляться и получать Как говорится, я в моменте И мне это очень нравится И ты для того, чтобы опять же Наполниться какими-то впечатлениями Ты когда куда-то идешь Или едешь в путешествие То ты вспоминаешь, что ты делаешь это Не для того, чтобы запостить фоточку Там, да, в инстаграм Хотя этого тоже никто не отменял Но в основном ты сосредотачиваешься на том Чтобы получить какие-то впечатления Ощущения Не только потому, что тебе самому Это нужно и приятно Ты еще можешь потом воспользоваться Этим своей работе Далее, пункт, который называется Физическая форма Мы говорим сейчас про тело Тело это тоже инструмент Не тоже, а вообще Чехов пишет Что тело это ключевой инструмент актера У художника есть кисти краски У музыканта музыкальные инструменты У артиста есть только его тело Есть его голос Есть его эмоции, его мимика Речь в первую очередь не только о том Чтобы хорошо, да, у тебя была стройная, поджарая Там какая-то атлетичная фигура Хотя это тоже важно, да, потому что ты выходишь в кадр В первую очередь твое тело должно быть способно Выполнять поставленные задачи То есть оно должно быть гибким Оно должно быть сильным, выносливым Оно должно много чего уметь А если оно чего-то не умеет Оно должно быть способно быстро этому научиться То есть ты должен быть супер в ладах Со своим организмом И если тебя говорят Вот выучи, я не знаю, связку танцевальную За полдня или за пять минут Ты должен, ну, как бы, по-хорошему это смочь Я, например, не умею хорошо кататься на лошади Но в целом умею Но я уверена в том, что если мне придется То есть я как бы там за несколько занятий Поскочу довольно хорошо Голопом Я сейчас хожу в зал минимум три раза в неделю Это и силовые тренировки, и кардио Стараюсь много гулять с друзьями Вот с Ильей, например, мы частенько выбираемся куда-нибудь И вот здесь, например, в Ботаническом саду Мы тоже нахаживали свои шаги И я хочу в скором будущем вернуть свои танцевальные тренировки Я не знаю, куда ищу Если знаете, в Москве классные какие-то студии Пишите в комментариях Мне это тоже очень нравится Я чувствую, что тоже способ себя как-то выражать Свои эмоции и чувства Я ходила в спортзал до этого Но просто сейчас моя мотивация Она как бы выросла в разы И так долгое время перед тем, как пойти сейчас снова в зал Я не ходила в тренажерный зал Я была сосредоточена на каких-то других вещах А теперь как бы я поняла, что мне это необходимо И надо ответить в тевый вид Да, красота требует верт Да Вы думаете, почему у меня такое красивое тело? Следующий пункт Внешний вид Актер — это визуальная профессия И встречает тебя всегда по одежке Не только на кастингах, когда ты посещаешь какие-то мероприятия Но для меня лично моя какая-то свобода И мое самоощущение Оно зависит от того, как я выгляжу И если я знаю, что сегодня я одета там Или вообще выгляжу в целом на 10 из 10 Я буду чувствовать себя намного увереннее Значит, это отразится там, например, на моем прохождении проб Недавно, хотя мне кажется, уже где-то полгода прошло Я сделала довольно большой разбор гардероба Это была совместная работа с Дашей Наренко С моей подругой и теперь стилистом Провели, на самом деле, долгую предварительную работу Мы с ней обсудили, какие стили мне нравятся в одежде Что я хочу этой одеждой выражать Какие-то референсы мы с ней вместе собирали И после того, как мы, соответственно, разобрали гардероб Разбор гардероба мы выживали как могли Мы с ней составили шоппинг-листы, у нас было несколько шоппинг-заходов И сейчас практически вся моя одежда, которая висит в моем шкафу Она мне нравится, и когда я надеваю ее на себя Я чувствую себя на 8, 9 и 10 из 10 И это влияет на то, как я себя веду, как я себя ощущаю Кроме этого, я впервые в жизни отрезала челку Вот такой вот бонус Мне, на самом деле, это тоже дало какое-то новое ощущение себя Она уж, конечно, отросла Мне кажется, что это меня как-то чуть-чуть освежило Придало мне какой-то легкости Ну, либо я просто так считаю И вообще, в целом, я научилась укладывать свои волосы Потому что всю мою предыдущую жизнь Моя укладка была в духе, что я просто посушила с феном и пошла Либо вообще даже с феном не сушилась А это я как бы научилась укладываться У меня есть плойка, у меня есть фенщетка У меня есть там всякие стайлинговые средства Кажется, я увлеклась Что это за сумасшедший объем? О май гад Конечно, сейчас мой внешний вид, возможно, и моя укладка Звучит как опровержение И еще одно последствие Вы больше не сможете смотреть фильмы и сериалы Как обыватель, как обычный зритель Я думаю, что эта профдеформация Настигает любого человека из индустрии Любой киношной профессии До этого у меня уже был сдвиг такой Потому что я смотрела, например, как снят этот кадр И представляла, сколько сил и средств стоило Продюсерам или художественному цеху сделать эту работу А сейчас мое внимание сосредоточено на актерских перформансах Я пытаюсь понять, например, почему Если это плохо, то почему это плохо А если это хорошо, то на какое-то время я забываю, что я смотрю фильм И потом возвращаюсь и пытаюсь понять А вот, собственно, почему было хорошо Почему я так прониклась к этому герою, персонажу И чтобы в этой актерской игре, в этом перформансе было по-честному Но, собственно, да Приветствуем вас в этом светлом пространстве Как просто такой зритель, наверное, смотреть кино уже не получится Возможно, и в театр ходить Всегда будешь оценивать работу Или думать, а я бы вот так сделала Это мой личный такой списочек Того, как повлияло на меня личное решение стать актрисой Безусловно, наверняка есть и минусы Просто я на этот счет пока еще не рефлексировала Пока у меня такой конфетный букетный период с выбранным иною делом Поэтому, если у вас уже что-то накопилось И у вас есть какие-то неприятные, отрицательные последствия выбора вами актерской профессии Либо вообще любой другой профессии Как положительные, так и отрицательные последствия То пишите о них в комментариях Ставьте лайк, подписывайтесь на канал И до новых встреч!